Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гиргель. Здравствуйте. Президент Казахстана подписал указ о переименовании города Астаны, столицы Республики Казахстан, в Нур-Султан. Основанием послужила статья 9-я закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года об административно-территориальном устройстве. Указ вступает в законную силу со дня его первого официального опубликования. Поправки в основной закон страны о переименовании столицы внесены в полном соответствии с нормами Конституции и законами Казахстана, говорится на официальном сайте Конституционного совета Республики Казахстан. Президент Касымжумар Токаев не вносил никакого законопроекта, он только озвучил на совместном заседании Палат Парламента идею о переименовании. А правительство этот законопроект внесло. И члены Конституционного совета дали положительное заключение, как того требует основной закон страны. Согласно пункту 2 статьи 91 Конституции, изменения нельзя вносить, если речь идет о суверенитете, форме правления и других основных принципах деятельности государства. Переименование же столицы не относится к вышеуказанным пунктам. В Министерстве юстиции также объяснили процедуру переименования главного города страны. Как отмечают в ведомстве Астана, столица, это установлено 2 статьей Конституции Казахстана, поправки в нее может внести парламент на основании статьи 53 Основного закона Республики по предложению президента на совместном заседании Палат Парламента. Однако лицо, принявшее на себя функции президента в результате досрочного прекращения полномочий избранного главы государства, не вправе инициировать такие изменения. Это регламентирует 48 статья. Вместе с тем, отметили в Минюсте, поправки в Конституцию могут быть внесены республиканским референдумом. Предложить его проведение может парламент или правительство. Последнее же слово остается за президента. В случае, если глава государства решает передать этот вопрос на рассмотрение законодательного органа страны, то проект изменений и дополнений не выносится на республиканский референдум. Поправки в основной закон страны о переименовании столицы были внесены в соответствие с Конституцией и законами республики, заключили в Министерстве юстиции. Сегодня президент Казахстана Касымжумар Токаев прибыл в Туркестан с первым рабочим визитом. Программа насыщенная. Глава государства посетил главную достопримечательность мавзолей Ходжа Ахмета Есуи, где президенту доложили о перспективах его развития. Сейчас Туркестан напоминает огромную строительную площадку. В ближайшие пару лет здесь появятся десятки культурных и развлекательных объектов. Новый статус города повлиял и на рост численности населения, поэтому в первую очередь областной центр застраивают жилыми домами. В регионе усилены меры поддержки молодых казахстанцев, тем более, что этот год объявлен Годом молодежи. Около месяца назад в Туркестане был создан молодежный ресурсный центр, его также посетил президент. Под одной крышей центра работают центр обслуживания, мобильная группа, каворкинг-зона «Туркестан Хаб», школа робототехники, строительные отряды, различные молодежные организации, медиа-студия и спортивные секции. Затем Касыма Жумарту Токаеву рассказали о проделанной работе по застройке Туркестана и ознакомили с ходом строительства 26 жилых домов по программе «Нурлыжер». В завершении своей поездки в Туркестан глава государства встретился с общественностью региона и поздравил всех с праздником «Нурлыжер». Поздравляю всех с праздником «Нурлыжер». Это праздник единства народа. В этом году, 19 марта, все были свидетелями исторического события. Первый президент принял для будущего государства очень важное решение. Спасибо вам за то, что поддержали Ельбасе и меня. Впервые в истории передача власти прошла мирным путем. Это в первую очередь заслуга лидера нации. Этим мы показали, что в нашей стране соблюдают культуру политики. Моя миссия – продолжать стратегию Ельбасе. Лидер нации построил нам процветающее государство, и я буду продолжать его дела. Он поставил нашу страну в один ряд со всеми успешными государствами. Реформы первого президента построили дорогу для развития Казахстана. Мы же должны дальше выстраивать этот путь. Во всем мире происходили разные глобальные проблемы. Вы все это прекрасно знаете. Поэтому нам нельзя останавливаться на достигнутом. Народное единство – сильная экономика. Нам нужно идти дальше в этом направлении. Инициативу президента страны Касыма Жомарта Токаева о переименовании столицы поддерживают в партии Нур-Отан. Новое имя Нур-Султан несет в себе большие перспективы как на международной арене, так и внутри страны, считают партийцы. Переименование Акмолинского стану – это как раз символизировало свой казахстанский путь нового независимого Казахстана, у которого есть своя цель, есть стремление, есть вера в свою мечту и движение к этой мечте. Поэтому, конечно, сейчас мы переживаем следующий этап нашей истории. Очень важный этап. И очень, на мой взгляд, как мы сегодня поступим, от этого будет зависеть, как мы будем дальше развиваться. И переименование города Астаны в Нур-Султан – это прежде всего наша заявка миру, наша заявка здесь, внутри страны, о том, что мы будем продолжать курс главы государства, ельбасы нашего. Мы будем продолжать стремиться к тем целям, которые он перед нами поставил, о вхождении Казахстана в тридцатку развитых стран, а это значит повышение благосостояния граждан, повышение качества жизни прежде всего. Исторический указ президента страны Касмажемарта Токаева подписан. О переименовании столицы нашей страны в город Нур-Султан. Это историческое решение. Дань уважения заслугам первого президента нашей страны, лидера нации Нур-Султана Назарбаева. Мы с именем первого президента страны связываем все достижения независимого Казахстана. Неоспоримая его заслуга и его вклад в поднятие имиджа нашей страны, авторитета нашей страны на мировой арене. Нур-Султан Назарбаев основоположник независимого Казахстана, архитектор нашей столицы. Поэтому и то, что сегодня мы переименовываем нашу столицу именем нашего президента, это наша благодарность лидеру нации за его великий труд. Это дань уважения великому труду нашего великого современника. Новое имя столицы – это знак признания авторитета и заслуг первого президента, считают алматинские эксперты. По словам ученого Хангильды Абжанова, Нур-Султан Назарбаев стоял у истоков суверенитета нашей страны, провел цикл реформ и удержал экономику республики на плаву в кризисные и напряженные годы. Таким образом, есть полное основание назвать столицу созвучным именем. К тому же, говорит эксперт, данная практика имеет мировой опыт. Присвоение имени первого президента Казахстана столицы, которую когда-то он сам построил, это всенародная благодарность, считают жители Актобе. Благодаря грамотной и мудрой политике Нур-Султана Назарбаева, наша страна сегодня полноправный член мирового сообщества, говорят актюбинцы. Именно наш президент сделал столько для нашего народа, для ближайших мусульманских народов и других народов, с кем мы граничим. Я уверен, что вряд ли другие, более достойные люди найдутся столько совершить и столько сделать работы нужной, достойной. Поэтому своих соображений, естественно, было бы действительно, чтобы этот славный город, столица нашей Родины, носил имя первого президента Казахстана. И к другим темам. В некоторых трудовых коллективах Науры спразднуют целый месяц в научно-практическом центре Тыл-Казана. Любое любимое многими торжество отмечают в новом формате. Подробности в нашем сюжете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом году в Министерстве культуры и спорта предложили праздновать Наурыз в новом формате. В Центре изучения языка инициативу поддержали. Особое внимание уделили казахским национальным традициям. Каждому кабинету в офисе дали название аула. С Новым годом всех казахстанцев! С праздником Наурыз! Пусть царит мир, благополучие и достаток! Также сотрудники центра запустили эстафету, цель которой – укрепление национальной идентичности. Ирина Панфилова, Мейрлан Алтынбек и Адельгазы Толемис. Хабар, 24. Рекордное число юрт около 50 установили в дни празднования Наурыза на площадях и в скверах Атырау. Именно об этих местах прошли основные мероприятия. На одной из площадей побывал наш корреспондент Виктор Сутягин. Жерзасты, Катекемет, Адалбаканы, Кабеже, Жасты, Кагаш и Сырмак. Эти непременные атрибуты казахской юрты, не отправляясь в музей, сегодня в Атырау смог увидеть каждый. В городе установили почти 50 юрт, которых завтра будут принимать гостей. А сегодня они – участники конкурса. Специальная комиссия назовет самую красивую и установленную соблюдением всех традиций. В первую очередь мы обращаем внимание на то, из чего изготовлена юрта. Она должна быть непременно войлочной, а каркас – деревянным. А затем уже на убранство, которое должно располагаться в юрте гармонично. Но пока комиссия ломает голову, какой юрте отдать первенство, участники праздника просто любуются красотой, искренне веселятся. Среди них много иностранцев, работающих в регионе. Наурыс – мой любимый праздник. Он дает прекрасную возможность еще ближе познакомиться с древней казахской культурой, историей. Я работал во многих странах мира. Но поверьте, такого праздника, где видишь все гостеприимство, радушие народа, нет нигде. Это просто поражает. А еще это праздник мира, согласия. В этом году праздник в Атырау проходит в новом формате. Не только на главной площади города. Юрты установлены в 12 разных районах города и пригородных поселках. Чтобы Атырауцы смогли принять участие в праздничных мероприятиях поблизости от дома. Так что попробовать Барусаков и Наурыс Кодже сможет любой человек. Виктор Сутягин, Аман Тайматенов и Жандос Рахметуллин. Атырау. Хабар-24. Наурус по-французски ничуть не хуже казахстанского. В этом убедилась наш корреспондент Алиас Издыкова, встретив праздник в семье парижских казахов, которые живут в Пятой Республике уже 30 лет. Дом одного из самых уважаемых представителей казахской диаспоры во Франции, Абдулсамета Алтая, практически музей, посвященный Казахстану. В шкафу под стеклом бережно хранятся сувениры. На стене флаг, домбры. И даже гостям радушный хозяин предлагает примерить национальную одежду. Ничего удивительного, если не знать биографии главы семьи. Он родился в Пакистане, вырос в Турции и 30 лет назад обосновался во Франции. Но родиной своей считает Казахстан, в котором бывает только в гостях. Чедрый Дестархан по случаю праздника украшен дефицитными в Париже продуктами. Их сюда привезла самолетом гости из Алматы. Главный ингредиент для бешбармака – козы в страну возить запрещено, как любое мясо. Но в этот раз повезло. И любимое блюдо на столе. Посмотрите, вокруг флаги Казахстана, национальная одежда и блюда, ничего не забыто. От поколения к поколению, где бы они ни находились, передается это наследие. Поэтому мы сейчас, находясь в Париже, сидя в этом доме, чувствуем себя так, как будто мы в Казахстане. Сам праздник долгое время был под запретом во времена Советского Союза в Казахстане и в Турции примерно в тот же период. Абдул Самед Ага вспоминает. Весну встречали, несмотря на все запреты. Мы этот праздник знаем с детства. Мы в 1953-54 годах переехали в Турцию, казахской диаспорой. И с тех пор, как там поселились, этот праздник отмечали. Старшие собирались вместе, шли в горы. Там есть овраг, в нем резали скот, варили мясо, готовили науры с кожей. Устраивали скачки, борьбу. Все это мы с детства видели. Потом случился перерыв. Возрожденный наурыз за пределами родины стал общим праздником. Здесь он собрал за одним столом граждан Франции, Турции и Казахстана. Самая большая казахская диаспора в Париже – 300 семей казахов, которые переселились сюда из Турции. В дни наурыза они собираются в домашней обстановке. А народные гуляния по случаю праздника весны традиционно пройдут в начале апреля в центре французской столицы. На этом все. Еще раз всех с праздником. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok